МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В погоне за быстрокрылыми птицами. Красота дикой природы, которой мы можем еще наслаждаться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В 2013 году 68-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций постановила провозгласить 3 марта Всемирным Днем Дикой Природы. Цель – регулярно напоминать человечеству о том, насколько хрупка наша природа и ее обитатели, и чем чревато ее уничтожение. Мы отметим этот международный праздник несколькими очерками о необычных, редких животных. Давайте смотреть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем наше предпраздничное путешествие с зимних склонов Кавказских гор. Здесь мы для того, чтобы увидеть редчайшую птицу этих мест – кавказского тетерева. О существовании какого-то тетерева в горах Кавказа орнитологи слышали давно. Но честь открытия нового вида птиц принадлежит известному кавказскому натуралисту Млокосевичу. Произошло это по зоологическим меркам совсем недавно, в 1875 году. С тех пор сведений об этом виде собрано немного. И наш видеорассказ, пожалуй, один из первых о зимней жизни кавказского тетерева. Вся его жизнь протекает за верхней границей горного леса, в субальпийском, а летом в альпийском поясе. Подавляющую часть времени он проводит на земле. Даже осенью и зимой при кормежке почками и сережками берез птицы предпочитают дотягиваться до концевых веточек подроста с земли или с поверхности снега. Правда, здесь их подстерегает опасность – четвероногие хищники. Эту лесу, так же как и тетеревов, привлекает так называемый лес – полоса берез среди скальных россыпей. Но, к счастью для наших героев, сегодня лисичка интересуется более доступной добычей – полевками. Кавказский тетерев – эндемик этих гор, то есть нигде больше он не живет. Уже только этим можно объяснить его редкость. Мы заметили, что встречается эта птица только там, где ее охраняют – на территориях заповедников, национальных парков, заказников. А это значит, что охрана природы имеет для сохранения этого вида самое прямое значение. Посмотрите, что за чудо эти звери! Этот табун мы повстречали в полейском заповеднике на юго-востоке Белоруссии. Сюда эти лошади попали по воле человека. Великий русский путешественник и исследователь Центральной Азии Николай Михайлович Пржевальский описал этот вид в 1879 году. Единственную из ныне живущих диких лошадей он обнаружил в северо-западном Китае, недалеко от границы с Монголией. Уже тогда этот вид был редок. Прошли столетия, и лошадь Пржевальского в дикой природе практически исчезла. Тем интереснее наблюдать за ними здесь, у нас за тысячи километров от их настоящей родины. Лошади держатся группами, табунами, которые возглавляют самцы. Молодые жеребчики в возрасте полутора-двух с половиной лет уходят или изгоняются из родительских групп и образуют группы холостяков. Поодиночке живут и старые самцы, уже не способные удержать гарем. Группы лошадей Пржевальского очень подвижны и постоянно перемещаются, не задерживаясь долго на одном месте, в поисках участков с подходящими пастбищами. Ведет группа лошадей на пастбище, как правило, взрослая опытная кобыла, а замыкает группу вожак. Во время пастьбы одно или два животных всегда стоят на страже, обозревая окрестность, в то время как другие скусывают траву. Лошади – создания агрессивные, умеющие постоять за себя. Известен случай, когда табун лошадей расправился с волком. При нашем приближении взрослые лошади всегда первым делом устремлялись навстречу к опасности. Правда, потом останавливались и, осмотревшись, убегали. Многие десятилетия мечтой зоологов было вернуть лошадь Пржевальского в дикую природу, в ее естественную среду обитания. Мы стоим совсем рядом с этим удивительным животным и думаем, что, возможно, мечты зоологов на этот раз сбудутся. Выпий с полным основанием можно назвать робкими птицами. Ведут они скрытый, сумеречный образ жизни, редко попадая на глаза человеку. У нас их два вида – большая и малая выпь. Большая выпь прекрасно замаскирована. Буровато-рыжее оперение с продольными темными полосками сливается с пестротой тростниковых зарослей. Одна из особенностей выпи – способность затаиваться, вытянув вверх шею и клюв. И лишь весной из непроходимых, залитых водой зарослей камыша и тростника доносится брачный крик, напоминающий рев быка, только более отрывистый. Народное название так и характеризует эту птицу – бугай – водяный бык. Только по своеобразному крику и можно определить присутствие неподалеку этой птицы, занесенной в Красную книгу Республики Беларусь. На территории одного самца может быть до пяти гнезд. Самец не участвует в выращивании потомства. Гнездо строится на какой-либо опоре или непосредственно на воде между стеблями тростника или рогоза. Откладка яиц начинается во второй декаде апреля и заканчивается во второй декаде мая. Насиживание длится около 25 дней, начинается с первого или второго яйца. Вылупление птенцов растягивается более чем на неделю. Основным кормом для большой выпи служит рыба, крупные водные насекомые, земноводные. Осенний отлет сильно растянут. Проходит с июля по ноябрь, но основная масса птиц мигрирует в сентябре. Правда, иногда отдельные птицы могут остаться в наших широтах на всю зиму. Следующая наша остановка степи и полупустыни. Здесь обитает интересная и редкая черепаха средиземноморская. Почему редкая? Попытаемся ответить на этот вопрос. Черепахи очень красивы и самобытны. И раньше было так. Почему-то каждый, кто находил черепаху в дикой природе, считал своим долгом забрать ее себе на память, как новую игрушку. Представляете, именно таким образом десятки тысяч черепах были загублены. Вот и оказалась наша героиня на страницах всевозможных красных книг, как редкий и очень уязвимый объект. Образ жизни этой черепахи дневной и заметить ее легко. Панцирь у средиземноморской черепахи достигает 28 сантиметров. Он выпуклый и гладкий. Настичь ее труда не составляет, да и сопротивляться она не может. Нет у нее даже зубов. Челюсти оторочены роговыми пластинами, с помощью которых она раскусывает стебли, листья, побеги и плоды растений. Создание это очень молчаливое, почти немое, разве что пошипеть может иногда. По годовым кольцам на щитках панциря, вернее, по их количеству можно определить возраст черепахи, но только до 20-25 лет. В дальнейшем кольца не образуются и узнать предельный возраст черепахи не представляется возможным. Хотя считается, что возраст черепахи может быть 50 и даже 100 лет. Представляете, как долго могут жить эти замечательные животные, если только какому-то преступнику не взбредет в голову мысль, а не сделать ли из нее пепельницу. К счастью, на сегодня подобные действия входят в противоречие с законом, а это значит, что в этом мире шанс выжить есть еще и у средиземноморских черепах. В невысоких предгорьях Малого Кавказа мы встретили небольшую сову домового сыча. Все совы легко узнаваемы. Голова с характерным лицевым диском, большие глаза, неяркое оперение, клюв крючком, острые когти. Вот и готов усредненный образ совы. Конечно же, это хищники. Чем-то они напоминают дневных пернатых хищников. Специализируются на ловле мышей, иногда охотятся на птиц, присмыкающихся насекомых и даже дождевых червей. Но с дневными хищниками совы не соревнуются. В основном из-за своих привычек. Больше чем 60% из 134 известных видов сов охотятся после наступления темноты, а из остальных 40% только несколько видов являются дневными. Вообще-то, это очень древняя группа птиц. Сформировали совы всего-навсего примерно 60-70 миллионов лет назад. Охота в сумеречные и ночные часы выработала у них два необходимых условия для такого образа жизни – отличное зрение и слух. Имея богатое воображение, можно представить, что у совы почти человеческое лицо, а еще ее самобытный внешний вид, леденящие кровь-крики, ночные привычки. Неудивительно, что этих птиц часто можно встретить в мифологии, сказках, легендах. Для одних культур они символ мудрости, а для других воплощение злых духов или предвестники рока и смерти. Вот такие истории ко всемирному дню дикой природы. До свидания, друзья, и до новых встреч с героями передачи «Все как у людей». Редактор субтитров